Новый премьер-министр Франции занимает пост всего неделю, но уже успел попасть сразу в два крупных скандала. Кому позвонил Эммануэль Макрон, чтобы посоветоваться о его назначении? Какое спорное министерство намерен возродить и нынешний премьер? А еще какие книги писал министр экономики, пока во Франции увеличивался дефицит бюджета? Привет, я Татьяна, 7 лет живу во Франции и каждую пятницу здесь на канале Франкология. Вместе с вами читаю французскую прессу. Ссылки на все статьи оставила в закрепленном комментарии. Давайте начнем. Прошлые выходные во Франции прошли многотысячные демонстрации. Это левые партии призвали своих сторонников выйти на улицы против Эммануэля Макрона. По их мнению, президент совершил демократический переворот, отказавшись назначить премьер-министром Люси Косте. Она была кандидатом от Левого Союза. Напомню, по итогам парламентских выборов Левый Альянс под названием Новый Народный Фронт получил самое большое количество депутатских кресел в парламенте. По традиции, президент должен был назначить премьер-министра от лагеря победителей. Но Эммануэль Макрон выбрал представителя партии республиканцы Мишеля Барнье. По данным полиции, на улицы французских городов вышло порядка 110 тысяч человек. В Париже маршировали 26 тысяч, но, как обычно, данные полиции разошлись с данными организаторов. Всего в акции протеста приняли участие 300 тысяч человек, в Париже 160 тысяч. Это сообщила Матильда Пано из крайней левой партии «Непокорная Франция». Добавлю, что левые надеялись на очень большую явку и обещали устроить чуть ли не революцию. Но в итоге демонстрации оказались не очень массовыми, да еще и миролюбивыми. Никаких стычек между демонстрантами и полицейскими не произошло. Также не произошло и чудо. Эммануэль Макрон не передумал и не снял Мишеля Барнье с должности премьер-министра. Больше того, господин Барнье активно взялся за работу и провел консультации с представителями французских политических партий, чтобы как можно быстрее сформировать правительство. Пресса гадает, каким оно будет. Самое логичное для Мишеля Барнье – выбрать министров из своей собственной партии – республиканцы. Они, кстати, очень довольны его назначением и готовы работать в его команде. Но я вам напомню, по итогам выборов больше всего мест в парламенте получили левые. Республиканцы лишь на пятом месте, у них 66 депутатских кресел. Левый Союз совершенно точно не примет такое правительство и постарается отправить его в отставку как можно скорее. На днях это подтвердили представители партии «Непокорная Франция». Их, кстати, поддержал бывший президент страны Франсуа Алланд. Я вам напомню, что он тоже принимал участие в выборах от партии социалистов и избрался депутатом от департамента Каррес. «Если правительство будет проводить правую политику и его будут поддерживать крайне правые партии, вы ожидаете, что мы будем в этом участвовать?» – возмутился господин Алланд в телеэфире. Но у Мишеля Барнье, похоже, нет цели формировать правое правительство. Он сообщил, что провел телефонные переговоры с представителями некоторых левых партий. Но с кем именно не уточнил, к тому же новый премьер вполне может оставить на посту кого-то из бывших министров, считают журналисты. Но кого-то пока не ясно. Еще один вопрос, который волнует прессу, каким будет баланс сил между президентом и премьер-министром. Господин Макрон сохраняет влияние в двух ключевых сферах – обороне и международных отношениях. Позволит ли он Мишелю Барнье назначить министров на эти позиции самостоятельно, без своих рекомендаций? Вот это мы узнаем, скорее всего, на следующей неделе. Кстати, новый премьер-министр уже успел загреметь в два больших скандала. Во-первых, издание «Лю Журнальда Риманш» написало, будто Эммануэль Макрон чуть ли не согласовал кандидатуру Мишеля Барнье с Марин Лепен, главой крайне правой парламентской группы. Президент якобы лично ей позвонил и получил гарантии, что фракция национальной объединения не будет выносить Мишелю Барнье вотум недоверия до октября, то есть до того момента, когда он произнесет свою традиционную общеполитическую речь перед парламентом. Эта информация взбудоражила левый блок. Мануэль Бампар из партии «Непокорная Франция» указал, что во втором туре выборов Макрон объединился с левыми, чтобы не допустить к власти национальное объединение. Ну а теперь он вместе с крайне правами создает правительство. Да он в очередной раз предал французов, заключил господин Бампар. Марин Лепен категорически отрицает телефонные переговоры. «Я не директор по персоналу Эммануэля Макрона», заявила она журналистам. Но при этом добавила, президент, безусловно, принял во внимание критерии, которые партия «Национальное объединение» озвучила во время консультаций. Я напомню, выбирая премьер-министра, Эммануэль Макрон провел консультации со всеми политическими силами страны. Он искал кандидата, которому не вынесут вотом недоверие в первый же день. И было бы странным, если бы Макрон пренебрег мнением крайне правых, которые сейчас являются третьей по величине силой в парламенте. Об этом же говорил в телеэфире и глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделла. «Без нас ничего нельзя сделать. Мы будем судить нового премьер-министра на основании доказательств. Если он станет очередным представителем макронизма, его правительство падет. Но свергать его сейчас, не дав ему шанса, мы не будем, потому что не хотим участвовать в институциональном беспорядке и демократическом хаосе». Ну и второй скандал. В начале недели издание Франс-Амфо сообщило, будто Мишель Барнье рассматривает возможность возродить во Франции Министерство иммиграции. Оно было создано в 2007 году при Николя Саркози и называлось Министерство иммиграции, интеграции, национальной идентичности и инклюзивного развития. Просуществовало оно недолго. Его упразднили в 2010 году. Но зачем же его возрождать? Дело в том, что вопрос иммиграции стоит во французском обществе довольно остро, а мнение депутатов на этот счет сильно расходится. Достаточно вспомнить голосование по иммиграционному закону в конце прошлого года. 60 депутатов не поддержали текст, а его автор, министр внутренних дел, чуть было не ушел в отставку. Новый премьер-министр Мишель Барнье придерживается жестких взглядов. Когда он готовился к президентским выборам в 2022 году, он предлагал ввести мораторий на иммиграцию. Ну а буквально на днях он заявил в телеэфире, что предпримет конкретные меры по укреплению границ. Надо ли говорить, что новость о возможном возвращении Министерства иммиграции произвела эффект разорвавшейся бомбы? Напряглись не только левые, которые традиционно выступают в поддержку иммигрантов, но и макронисты. Они заявили, что это предложение смешное и удручающее. Другие сказали, что это отличная идея для объединения крайне правых. Впрочем, нашлись и те, кто не осудил идею. Если это будет Министерство интеграции, которое призвано организовать мирные дискуссии по теме, то почему бы и нет, приводят журналисты слова неназванного депутата из президентского лагеря. В окружении премьер-министра идею о возрождении Министерства иммиграции не отрицают. Но подчеркивают, пока это просто обсуждение и дискуссия. Наводить панику преждевременно. В прошлом видео я рассказывала, что уходящий министр экономики Франции Брюно Лемер считает, что по итогам этого года дефицит бюджета во Франции вырастет до 5,6% ВВП. Напомню, в прошлом году дефицит бюджета составил 5,5%. Цифра оказалась гораздо выше прогноза. Разгорелся огромный скандал. Тогда Брюно Лемер пообещал – сэкономим 10 миллиардов евро и опустим дефицит до уровня 5%. Но, как мы видим, что-то пошло не так. Вчера господин Лемер трогательно попрощался с коллегами и покинул Министерство экономики, оставив своему преемнику большую головоломку. Как сэкономить теперь уже 30 миллиардов евро, чтобы снизить бюджетный дефицит? По мнению аналитиков, у нового правительства не будет нового выхода, кроме как повысить налоги в стране. Однако в этом случае против правительства немедленно проголосует ультралевая партия «Непокорная Франция» и крайне правое национальное объединение. Об этом их представители прямо заявили в телеэфире. Но есть другой, не менее важный вопрос. А как же так вышло, что государственный бюджет Франции продырявился? В поисках ответа парламентарии вызвали в финансовый комитет того самого уходящего министра Брюно Лемера. Но мероприятие быстро превратилось в склоку. Крайнелевый депутат Орельен Лекок назвал министра вором. Вы вор, потому что методично воровали французские деньги, чтобы предложить их самым богатым людям этой страны. За семь лет на посту вы увеличили долг на 900 миллионов евро и хотите заставить французов его выплатить. Это некомпетентность? Нет, я думаю, вы прекрасно знали, что делали. Если бы я оставался на посту, я бы подал на вас в суд за клевету, ответил господин Лемер. Но я добавлю, что это далеко не первый раз, когда министр экономики подвергается жесткой критике. Например, весной депутат от группы Лиот Бенджамин Сенуиль во время парламентской сессии заявил министру «Брюно, ты здесь уже семь лет, пора действовать». По слухам, именно эту фразу раздраженно бросил Эммануэль Макрон, когда узнал об огромном дефиците бюджета. Но это еще не все. Господин Лемер пишет романы. За семь лет на посту министра экономики он выпустил шесть книг. Последняя, она называется «Американская фуга», вышла в продажу на той же неделе, на которой была объявлена о росте дефицита бюджета. Согласно аннотации, роман повествует о двух братьях, которые в середине прошлого века поехали на Кубу, чтобы побывать на концерте знаменитого пианиста. Популярной эту книгу сделала эротическая сцена, которая широко разошлась по соцсетям. Цитировать, если позволите, не буду, просто покажу текстом. Так вот, депутаты неоднократно критиковали писателя. Не только за стиль, но и за удивительную продуктивность, которую он проявлял, будучи действующим министром. Но можно предположить, что они просто завидуют. Брюно Лемер не единственный макронист, пишущий книги, зато единственный, имеющий профильное образование. 30 лет назад он работал преподавателем литературы в Лионском университете. К тому же, продажи его романа превысили 10 тысяч экземпляров. Хотя обычно художественные произведения во Франции продаются тиражом 3-5 тысяч, указывает издание «Марьян». Напишите, пожалуйста, в комментариях, хотели бы вы прочесть роман Брюно Лемера целиком. И как вы вообще относитесь к тому, что действующие министры занимаются литературным творчеством. Ведь в России, кстати говоря, тоже есть примеры. Алексей Улюкаев, Дмитрий Рогозин. В общем, обязательно пишите, я с интересом почитаю. Ну а если хотите поддержать мою работу финансово, пожалуйста, воспользуйтесь кнопочкой «Спасибо» от YouTube. Мне будет очень приятно. Жду вас в следующую пятницу. Хорошей вам недели. Пока-пока.